Мы повышаем пенсионный возраст. Это нельзя откладывать. Ключевая задача, которая поставлена президентом, повысить пенсии. Увеличение пенсионного обеспечения. Это будет увеличение реальных пенсий. В долгосрочной перспективе. Ну, я обращаюсь ко всем пенсионерам, которые знают эту проблему лучше меня. Да, пенсии индексируются, даже иногда в соответствии с инфляцией. Не всегда, кстати, да? Но иногда. Но это что означает? Вам повышают пенсию на 100 рублей. На 100 рублей, а то и больше растут цены. Результат какой? Понимаете, вам могут повысить пенсию на 1000 рублей. Ну, а кто вам сказал, что цены при этом не вырастут ни на 1000, ни на 1200. И в результате в кармане у вас реально останется еще меньше денег. Ну, может быть, я Фома неверующий. Но правительство обещало нам уже в 2020 году создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Создали. Где доказательства того, что эти обещания будут выполнены. На сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст. Причем начали это делать еще в 80-е годы прошлого века. Да, в Германии пенсионный возраст 65 лет, выхода на пенсию. Но в средней продолжительности жизни 83-84 года. То есть, средний немец живет на пенсии 18, 19 или 20 лет. На бюрократическом языке это время называется возрастом дожития. Ну, звучит по-идиотски, конечно, но это официальный термин. Возьмем Российскую Федерацию. Средний возраст жизни мужчин в России 64 года. Пенсионный возраст мужчины сейчас до повышения пенсионного возраста 60 лет. Получается, что в среднем российский мужчина сейчас живет на пенсии 4 года. То есть, примерно в 5 раз меньше, чем немец. Нам же еще предлагают повысить пенсионный возраст для мужчин, например, до 65 лет. Что означает, что по нынешней градации, извините, средний мужчина в России до пенсии просто доживать не будет. Не буду говорить общеизвестные вещи. В Европе люди завершают работу еще позже, и в 67, и в 70 лет. Иными словами, по этому пути идут все страны. Во всех странах, на которые ссылаются и наши уважаемые деятели правительства, нигде нет такой налоговой системы, как у нас. У нас богатые и бедные платят одинаково, 13%. Больше вам могу сказать. Бедные на самом деле платят больше, потому что богатые люди сдают декларации, в которых вы увидите, что они, оказывается, почти ничего не заработали. А с бюджетников вычитают из зарплаты. Они не могут не платить налоги. Итак, у нас 13%. Ну, для богатых и бедных. В Америке для бедных совсем 0%. Для тех, у кого на семью в среднем выходит 20 тысяч долларов, 10% подоходный налог. Чуть выше, 75 тысяч долларов в год на семью, 15%. Потом идет 25, 28 и более 30. У нас говорят, ну, если обложить богатых налогами, то они платить не будут. А почему во всех других странах-то платят? Платят, как миленькие. Потому что в Америке за неуплату налогов можно загреметь на 100 лет в тюрьму. И такие случаи есть. Напомните мне хоть одного российского богатого человека, которого за неуплату налогов даже пожурили, я бы сказал. Не то, что там куда-то посадили и прочее. Значит, есть деньги, опять же. Просто надо налоговой службе нормально работать. Возьмем Германию, на которую ссылаются опять наши деятели. В Германии, например, есть налог, который у нас давно хотели ввести. Налог на роскошь. Ну, например, если у вас есть жилье, оно в Германии облагается налогом даже меньше, чем в России. Но если есть у вас второе или третье жилье, в котором вы, естественно, жить не можете, правда, вы же не можете жить одновременно в пяти квартирах, то оно облагается налогом по прогрессивной ставке. То есть, чем больше квартира, чем она у вас, ну, люксу с ней, что ли, да, тем вы должны за нее больше платить. И видите, Германия не испытывает никаких проблем с наполнением пенсионного фонда, хотя население Германии старее, чем наше. Ну, то есть, по методике нашего правительства, там вообще один рабочий кормит одного пенсионера. У нас, типа, два рабочих одного. И там хватает денег, а у нас якобы их не хватает. Потом, возьмите то, что у нас давно говорит правительство, деопшоризацию. У нас же государственные компании, не только частные, а государственные, держат деньги в офшорах. Что такое офшор? Это иностранные территории, где не надо платить налоги в Российской Федерации. Вы понимаете, что происходит? Президент года три тому назад уже говорил, надо с этим что-то делать, там заканчивать. Так в чем вопрос-то? Почему финансовое учреждение «Газпрома», «Газпромфинанс» находится в Голландии, а не в Люберцах? Вот кто мне может... И почему оно там платят налоги? Ну, пусть платят здесь. И тогда, может быть, понимаете, у нас не то, что денег будет не хватать, а мы еще будем мучиться вообще, куда их деть. Демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становится все меньше. Пенсионеров, соответственно, все больше. В 70-м году у нас на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих. Сейчас мы подходим в 2019 году к черте практически где-то 1,8. То есть количество, объем средств, которые зарабатываются пенсионной системой посредством уплаты страховых взносов сокращается. У нас в стране очень низкие зарплаты. Они низкие не в сравнении с Германией, ладно уж. Они низкие в сравнении с Китаем сейчас. То есть в Китае средняя зарплата сейчас 1000 долларов. Помните, смеялись все над ними, да, что китайцы мало получают. Ну, то есть по-нашему, не буду вам говорить, это более 60 тысяч рублей. Средняя зарплата в России 35-36 тысяч. И то с учетом расслоения между населением, сами понимаете, есть масса людей в регионах, получающих 15-20 тысяч. Смотрите, что получается дальше. Пенсионный фонд наполняется за счет взносов из этих зарплат. Чем меньше зарплата у людей, тем меньше денег идет в пенсионный фонд. И тем меньшую пенсию они получают. Вопрос, что надо сделать? Зарплату надо повышать. Причем, это не только гуманный шаг. Знаете, вот давайте там повысим зарплату. Если вы сейчас спросите наших бизнесменов, не пенсионеров, а бизнесменов, в чем их основная проблема помимо коррупции? Отсутствие покупательного спроса. Люди не могут купить, потому что у них нет денег. А значит, если люди не могут купить, вы не развиваете производство. А зачем развивать, если некому продать? Без этих решений мы не можем двигаться вперед, ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики. Ну, давайте разберемся. Они нам якобы утверждают, что на пенсионный фонд нет денег просто, да? За прошлый год все наши олигархи абсолютно увеличили свое благосостояние, как минимум из списка ФОПС, на 500 миллионов долларов каждый. И сейчас 4 самых крупных олигарха Российской Федерации имеют совокупного богатства больше, чем весь оборонный бюджет Российской Федерации. Дальше. Последние данные Росстата. Разница в доходах между 10% самых богатых россиян и самых бедных в 16 раз почти. А, кстати, между прочим, считается многими учеными, что если эта разница свыше 10 раз, страна на грани социального взрыва, ну, например, в скандинавских странах, наиболее таких, знаете, вот развитых, социалистических, однородных, это разница 3-4 раза, но не 15. Почему уже нет денег? Сейчас люди не просто живут дольше, дольше остаются активными. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать. У многих еще дети даже не выросли. Число работающих пенсионеров в среднем за год составляет около 12 миллионов человек. Они не хотят выходить на пенсию, они продолжают трудиться. И с каждым годом такая тенденция будет только усиливаться. Ну, говорят, как эта женщина в 55 лет, да она вообще в полном рассвете, ее заставляют идти на пенсию. Да никто не заставляет. Понимаете, если женщина хочет работать, я почерпаю, не должна, а хочет, кто мешает это делать, например, при пенсионной возрасте в 55 лет. Если у женщины будет хорошая зарплата, хорошая пенсия, так она не будет работать, она не будет отнимать рабочие места у кого бы то ни было еще. А если зарплата была низкая, соответственно, пенсия низкая, так она вынуждена работать и до 70, конечно, лет. Но не потому, что она веселая, бодрая и жизнерадостная. Пути другого нет. Среди безработных на настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет. 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста. То, что предлагает правительство по повышению пенсионного возраста, сильно ударит по молодому поколению. Ну, те из молодых людей, кто меня смотрит, они сразу мне могут сказать, легко ли сейчас найти работу вообще по специальности. Ну, сами мне ответили. Наверное, сложно. А теперь представьте себе, что правительство заставит мужчин и женщин, которые ушли бы на пенсию, работать на 8 лет больше. У вас, у молодых, от этого больше рабочих мест будет или нет? Конечно, меньше. Поэтому здесь против этой пенсионной реформы, у которой нет ни морального, ни экономического, никакого смысла, должно выступить все население нашей страны вне зависимости от возраста.